К нашему эфиру присоединяется Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Михаил, здравствуйте. Михаил Михайлович, приветствуем. Добрый вечер. Михаил Михайлович, визит Эрдогана в Сочи. Ну, наверное, худший вариант или один из худших вариантов восприятия информации – это самообман. Так вот, чтобы самих себя не обманывать, давайте разбираться, и вы нам в этом поможете, если позволите. Визит Эрдогана в Сочи – это такой пример real politics, который происходит? Ну, то есть, понятно, что между Турцией и Украиной есть общие интересы, и понятно, что благодаря этому Украина насколько может помогать Турция, Турция насколько может помогать Украине. Но есть ведь общие интересы между Эрдоганом и Путиным, ну или между Турцией и Россией? Для прагматичного мира, для рационального мира, к которому, безусловно, относится господин Эрдоган, конечно, существуют и национальные, и двухсторонние интересы, которые помогают национальным развиваться. Это несомненно. Проблема в том, что Путин не относится к рациональным лидерам, и, соответственно, для него не существует никаких двухсторонних отношений. Неважно, это Турция, это Китай или кто-то еще. Путин постоянно обнуляет, в том числе потому, что он сделал сейчас ставку на тотальное пренебрежение нормами международного права, тотальное пренебрежение любыми договоренностями как таковыми, и, соответственно, он будет по этому формату идти до своего фатального окончания, до своего фатального конца. И, несомненно, он может встречаться тактически с господином Эрдоганом для того, чтобы, опять же, высказать ему свои наболевшие вопросы. Какие? Я хочу уничтожить Украину. Не мешайте мне это сделать. Если вы хотите помочь мне, пожалуйста, выступайте в качестве посредника, передайте ему ультиматум, чтобы они немедленно встали передо мной на колени, я там миллион вырежу, остальных мы как-то в лагеря разместим и так далее. Вот для чего Путин проводит эти встречи, ну, кроме, конечно же, вот этого достаточно примитивного пропагандистского флёра, что с этим человеком ещё кто-то встречается и так далее. Поэтому это даже не проявление реальной политики, так называемой. К сожалению, реальная политика и привела к нынешней войне, особенно в лице олицетворениям этой политики, наиболее недальновидной, наиболее неаналитичной, что ли, наиболее абсурдной. Это была, конечно же, госпожа Меркель и так далее. Но вот в данном случае мы это не видим. Поэтому никаких результатов, абсолютно никаких иллюзий, нету никаких результатов этих переговоров, нету и не будет никаких результатов, потому что сегодня, например, тот же господин Эрдоган очень чётко сказал, никакого урегулирования, никакого прогресса с точки зрения мира, невозможно он не предвидится на горизонте. И это есть абсолютное правильное понимание диспозиции. В этой диспозиции есть Украина, как страна, на которую напали. Есть Россия, которая по дороге сломала международное право, международные институты, проводит манифестно геноцидного типа войну, которую, к сожалению, геноцид сам, к сожалению, ООН, опять комиссия ООН не увидела, о господине Месе и так далее. И, соответственно, эта война может закончиться только если Россия покинет в полном объёме эту территорию, выплатит компенсации и заплатит за военные преступления. Других вариантов окончания нет. К сожалению, когда люди едут на переговоры к Российской Федерации или приглашают их куда-то, как, например, на G20, они только затягивают конфликт, только затягивают, ну и, вернее, делают мир менее стабильным, более разрушительным для международного права делают ситуацию, ну и, соответственно, затягивают войну и позволяют России продолжать убийство. Я думаю, что, к сожалению, этот ещё процесс будет какое-то время идти, но никаких реальных возможностей договориться о чём-то с Россией нету ни у кого, включая, ещё раз подчёркиваю, Турцию и Китай. Михаил Михайлович, скажите, всё-таки Эрдоган же ведь понимал, что Путин уже не рукопожатный политик, что он токсичный политик. Но почему он всё-таки поехал к нему, он пожал ему руку, ну, правда, на это всё смотреть просто очень неприятно, чисто эмоционально, да, по-человечески, с точки зрения вообще здорового смысла и понимания того, что на самом деле происходит. Но Эрдоган таки поехал. Давайте я вам проще объясню. Смотрите, вот вы живёте где-то в доме, да, а вот возле вас живут люди, которые крайне отвратительны в своих личных поведенческих реакциях. Ну, например, орёт на детей, на собственных, на чужих, или бьёт, постоянно устраивает попойки и так далее. Тем не менее, вы всё равно утром, как человек воспитанный, идёте и говорите «здравствуйте» даже этому представителю. Он нарушает какие-то морально-этические нормы, но не нарушает законы. И, соответственно, он будет продолжать жить рядом с вами. Вот точно такое же отношение. Мы с вами находимся в войне. Безусловно, для нас Путин не рукопожатен. Мы прекрасно понимаем, что это за особенно, да, ну, за субъект, что там внутри у него происходит. Он для нас как открытая книга. Там всё написано. Там чёрная, я бы даже сказал, коричневой краской измазана вдоль и поперёк. Все его детские комплексы, которые вылезли наружу, он ненавидит просто нас и хочет нас убивать. Но для других людей, которые находятся в другой плоскости, да, с другими интересами, для них он не представляет личной прямой угрозы. Нас он ракетами атакует, но Турцию же он не атакует, как и любую другую европейскую страну не атакует. И, соответственно, они считают, что, да, он как-то ведёт там странно где-то, но, тем не менее, ну, наверное, мы же цивилизованное сообщество, должны с ним разговаривать. Поэтому, безусловно, Эрдоган исходит из вот этого же ощущения, что это обычный политик, легитимный для Российской Федерации. Российская Федерация для Турции важна как там торгово-экономический партнёр. Мы знаем, что даже в рамках этих переговоров, пусть они и неудачные, но, тем не менее, была договорённость продлена по сотрудничеству, например, в атомной промышленности, как таковой, да, не были договорённости в двух ключевых параметрах. Это газовый хаб, условно говоря, ну и, соответственно, зерновая сделка, как таковая. Но по мелким вопросам, по тех вопросам, которые интересуют Турцию, договорённости определённые есть. И, соответственно, Эрдоган получил, частично, по крайней мере, получил то, что хочет, ну и кроме того, на глобальной арене, давайте не забывать, я люблю об этом всегда говорить, в течение двух-трёх дней все только говорят, президент Турции приехал в Москву, приехал в Сочи для ведения переговоров, в том числе по проблеме войны и мира в Украине. Понимаете? То есть он стал на три дня ньюсмейкером, главным ньюсмейкером, который, в принципе, при определённых стечениях обстоятельств мог бы и в историю войти, как человек, который нашёл решение в этой войне как таковой. Я понимаю, что это абсурдно звучит, мы с вами понимаем, что эта война закончится военным путём, хоть, может быть, ещё кто-то и питает какие-то иллюзии, но она закончится военным путём, кто-то проиграет, это несомненно. Такого типа войны только так и заканчиваются. К сожалению, люди не читают историю, не читают исторические учебники, им нравится просто покупать новые книжки, которые пахнут ещё полиграфией, ставить потом на полку и говорить, смотрите, вот у меня библиотека, неплохо выглядит и так далее. Но глубины понимания того, что в этих книгах написано, конечно же, мало у кого оно есть, в том числе то, что мы исторически проживаем то, что уже человечество проживало не раз, классическую большую войну, войну ценностного плана, где страна-агрессор, которая, в принципе, архаична, которая, в принципе, почему и начала агрессию, она умирает, она уходит с рынка, её не будет существовать уже, потому что она неконкурентна. И, соответственно, пытаясь удержаться за существование само, вот она пришла убивать. И таким образом она просит, как бы мир так неформально просит, а дайте-ка я буду беспредельничать, дайте-ка я буду нарушать все правила, потому что это единственный способ выживания, как у саранчи и так далее. Вот, в принципе, поэтому мы не можем судить в рамках своих ценностей, я ещё раз подчёркиваю, не можем судить в рамках ценностей современной Украины поведенческие реакции представителей других стран, в том числе и Турецкой Республики. У них своя прагматика, у них свои интересы, у них свои национальные особенности и так далее. Эрдоган сделал то, что считал нужным, получил частично тот результат, который его устраивает. Нас, безусловно, этот результат к нам не имеет никакого отношения. Ну и главное, что меня явно расстраивает, это непонимание, вот вы говорите о непонимании морально-этических норм, а я говорю о другом. Меня расстраивает то, что люди до конца не понимают, что субъектность нужно всё-таки защищать свою. Если ты хочешь доминировать в Акатуре Чёрного моря, нужно вести себя соответствующим образом, тем более Украина уже показала, российское Чёрноморское флот, оно бояться, ну это очень странная вещь, какая-то дивная для меня и так далее. Если вы хотите, скажем так, выглядеть эффектно на глобальном рынке, действительно там определять правила поведения, то сегодня нужно, безусловно, стать на сторону Украины и максимально жестоко, я бы даже сказал, не жестко, а жестоко подавлять Россию, её интересы, ограничивать её и так далее и тому подобное. Но люди, к сожалению, видите, они вот этой своей вялой, двусмысленным поведением, это сейчас и безотносительно к президенту Турции, конечно же, я в целом говорю о европейской политике и так далее, они поощряют Россию на дальнейший беспредел с точки зрения нарушения международного права. А реакция Румынии на российский обстрел её территории, это тоже такой пример добрососедства? Просто здесь сосед не алкоголик и дебошир, а убийца беспринципный? Я бы по Румынии, по Польше, по другим странам немножко по-другому ставил вопросы. Мы можем выйти к ним с предложением, смотрите, вы видите, иногда залетает даже на вашу сторону. Да, вы можете не верить в это, вы можете отказываться видеть, не поднимать глаза наверх, да, то есть не смотрите наверх, но дайте нам системы ПВО, чтобы вы точно не смотрели наверх. То есть вот пример, скажем так, дрона, который бил по Измаилу, а попал, условно говоря, частично на территорию Румынии, о чём говорит наше Министерство иностранных дел, это хороший повод ещё раз нашими партнёрами сесть и более жёстко обсудить. Смотрите, давайте закроем небо, давайте над югом закроем небо. Как? Две системы Патриот, они полностью будут контролировать это воздушное пространство, всё, что идёт с акватории Чёрного моря, всё, что идёт через Черноморский флот, опять же, все эти калибры мы будем отсюда отсекать и так далее. И к вам точно гарантировано ни дроны, ни калибры, ни Искандеры, но Искандеры тут и не летят, ни Иксы, ни Ониксы, ничего не залетит, даже осколки и так далее и тому подобное. Вот как надо нам ставить вопрос. Давайте будем объективны. Ещё раз, Украина единственная сегодняшний день страна, просто не принято так, конечно, прямо говорить, но Украина единственная страна, которая абсолютно точно не боится Российской Федерации, готова в полном объёме эту Федерацию наказать за нарушение всех общепринятых правил поведения, выиграть войну и готова воевать в этой войне и использовать при этом любое оружие, в том числе атакует территориальные воды свои, но не позволяя России с акваторией Черноморья наносить удары куда бы то ни было. И все остальные страны будут так или иначе отказываться признавать реальность до момента проигрыша Российской Федерации. Они будут продолжать говорить о том, что им страшно, не говоря это вслух. Ну, очень странно, ведь действительно могут пострадать, ну ладно уже, украинцы вы уже привыкли, да, к сожалению, что тут что-то падает, взрывается и умирают люди, но ведь люди других стран точно так же могут пострадать. Мы же помним, что в Польше вообще два человека погибло. давайте опять же вернемся к аналогии. Ну, во-первых, мы не привыкли, потому что мы страдаем, поэтому мы и сражаемся. Это я не про нас говорила, я говорила про то, что в информационном. Это просто еще раз, очень важно зафиксировать, поэтому мы и сражаемся, чтобы не привыкать стоять на колени, потому что всегда страны, которые приходят с войной на вашу территорию, просто хотят, чтобы вы были терпилами, стояли на колени. Это очень важный параметр, потому что Украина не хочет к этому привыкать и не будет к этому привыкать. Мы будем воевать до конца в этой войне. А теперь я по аналогии с точки зрения убийства, неубийства. Опять же, знаете, люди бывают разные, бывают умные, их мало, но они есть. Бывают смелые, их еще меньше, но они есть. Умные, смелые, бывают вообще редкости и так далее. Вы на улице, когда идете, и вот какой-то человек подвыпивший разбушевался и начинает себя вести агрессивно. Ну, видно, что он такой немножко в зале занимался, подкачанный и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, сколько людей вмешается, если он будет, например, агрессивно вести себя по отношению к девушкам за соседним столиком в ресторане. Сколько людей встанут, мужчин особенно, встанут и готовы будут поставить этого наглеца в нормальное человеческое положение. Ну, условно говоря, накажут его за беспредельное поведение. Сколько? Единицы. Смелых людей всегда мало. Есть много сдерживающих факторов, которые людей удерживают от проявления абсолютно правильной модели поведения. Люди думают о последствиях, люди думают, что им не хватит сил и выносливости, люди думают, что они не настолько компетентны, чтобы с человеком разобраться, люди боятся, даже подсознательно боятся, как их будут воспринимать другие люди, которые сидят вокруг, будут ли они их осуждать, люди боятся потерять какое-то брендированное РНМ свое и так далее и тому подобное. Поэтому очень мало единиц всегда вмешиваются в тяжелые ситуации на стороне слабых, пытаясь их защитить. Точно так же и страны. Очень мало смелых стран. Это все красивые разговоры. Знаете, мы провели саммит о том, как мир должен выглядеть и так далее. Но вот в этот мир врывается гопник под названием Российская Федерация или даже меньше. Северная Корея. Это вообще несчастный гопник, который там два раза подышит и все, и перестанет существовать. Но тем не менее, он существует уже 50 лет, даже более того. И пугает этот мир постоянно. Сейчас они говорят о том, что мы будем проводить испытания межконтиненталки для того, чтобы потом провести имитационные испытания ядерного оружия. И что мир делает? Ничего. Мир смотрит за этим, не обращая внимания и ждет, пока Северная Корея действительно спровоцирует войну, внутри которой Северная Корея перестанет существовать, потому что это ничемное государство, не способное существовать. И, соответственно, после этого проблема будет разрешена. Но вот чтобы наказать страну, которая ведет себя не по правилам, в данном случае берем более большую страну, ту, которую долгое время все боялись, Российскую Федерацию, нужно встать, подойти, взять за ухо, ну и, соответственно, наказать за то, что он нарушает правила поведения в публичном месте. Но мир похож на людей, которые в ресторане отворачиваются в сторону. Поэтому Украина будет это делать, будет брать за ухо этого хулигана, ставить на колени. После этого, соответственно, он будет выглядеть совершенно иначе. И все будут на него смотреть с презрением. Михаил Михайлович, а информации во всем мире о происходящем здесь уже достаточно? Ну, то есть, можно сказать, что передан весь объем информации, который позволяет западным партнерам, другим государствам видеть правду того, что происходит здесь в Украине. Войну, которую Россия развязала против нашего государства. Ну, иными словами, почему, допустим, ООН до сих пор не могут определить эту войну как войну геноцидного типа? Да, это персонаж забавный, конечно. Вы посмотрите на его модель поведения, объяснение. Ну, наверное, геноцид начинается с миллиона убитых, как в Руанде, ну, соответственно, или как в Кампучии, да, мотыгами и так далее. То есть, ему мало убито, например, 500 детей, мало убито, да, мало убито, там, десятки тысяч гражданского населения, мало, что каждый вечер заходит ракета, но всего этого мало. Мало те преступления, которые эксгумации показывают, что происходило в Киевской области, в Харьковской, в Херсонской области, мало, 4 тысяч пыточных, которые обнаружены после деоккупации тех территорий и так далее. Ну, человек, смотрите, человек нижный, да, но он живет вообще в другой. Он же сюда никогда не приедет, да, он же не будет смотреть то, что происходит с людьми, он же не будет разговаривать непосредственно с жертвами насилия и так далее. Он будет в бумажках сидеть, формально писать, скажите, пожалуйста, а когда вас избивали, насиловали и резали, спрашивали украинец, вы скажете, нет, я не помню. Он сказал, а, ну все, значит, признака этничности нету и, соответственно, можем считать, что это не геноцид, просто люди забавлялись, резали там, вырезали на вас знаки, трезуб украинский, ну, бывает, но людям нравилось так. Это же Россия, у них же великая гуманная культура, вспомните, что говорил Папа Римский, да, очень дивный персонаж, как оказалось, да, и так далее. Он говорит, смотрите, у вас в Великой империи, заживо их сжигаете и так далее, и тому подобное. То есть эти люди настолько далеки от реалий, которые сегодня доминируют в жизни, что, безусловно, они будут и дальше. Потому что проще не признавать очевидное, потому что ты консервативно тогда живешь, ты ни за что не отвечаешь, не берешь на себя никакую ответственность, не идешь свидетелем в суд и так далее. Потому что если комиссия признает геноцидное, значит, нужно ордер выдавать за геноцидные поведения войны, это страшное преступление, преступление против человечности и так далее. Значит, этот субъект должен пойти в суд, давать показания и так далее. Зачем ему это надо? Он будет философствовать, рассуждать об этике и так далее. Я про мюссе. А теперь вернемся к аксиоматическому. Достаточно ли информации о войне? Первое. В современном информационном мире информации не бывает достаточно. Никогда не будет. Даже если вы сегодня все подробно, детально будете излакать, завтра это все уйдет и будет замещено другой информацией. Человек, и это второе, живет очень короткими фрагментами, клиповое мышление, запоминает очень поверхностно и быстро забывает. И, соответственно, третье. Человек живет другими интересами, гораздо мелкими, гораздо более мелкими, чем мы себе можем представить. Для него война, чем дальше, тем она, знаете, как картинка в учебнике или как кино, или там фрагмент документального фильма. Не более того, это, опять же, если он это еще увидит, а он может это не увидеть. И поэтому четвертый вывод, мы должны все время повторять очевидные вещи, постоянно считать, что на рынке дефицит информации и всегда ее туда поставлять. Не бояться, не злиться, не бояться, я имею в виду, поставлять информацию, не злиться, что кто-то требует повторить сто раз одно и то же и так далее. Это наша работа, потому что Украина должна быть субъектной, информационной тоже. А субъектность информационная это постоянное повторение ключевых, очевидных вещей. Ну и, наконец, пятое, не забываем, что Россия несколько переформатила работу на внешних рынках, подняли голову опять вот эти все пророссийские сети, да, которые, говорит, не все так у нас тут однозначно, давайте как-то думать, все-таки, что ведь, наверное, Россию уж тоже там обижали, ну, понимаете, на Россию уж тоже, наверное, могли напасть, НАТО, наверное, могло, НАТО, которая, на самом деле, боится даже свою тень посмотреть, есть ли она у нее, да, и так далее. Вот НАТО собиралась напасть на Россию. Но все это не имеет никакого значения. Мы должны три главных базовых аксиомы говорить всегда. Первое. 2014 год. Россия напала первый раз на территорию Украины и создала здесь плацдармы для последующего вторжения. Не было никаких проблем ни у какого русскоязычного населения, ни у какого мифического народа Донбасса, народа Крыма. Никаких народов, кроме украинского, на территории Украины не существует. И, соответственно, война началась исключительно по инициативе России в 2014 году. Второе. Из-за того, что глобальный мир неправильно реагировал на те риски, которые генерирует Российская Федерация, неправильно на них отвечал и, соответственно, поощрял Россию до увеличения, до масштабирования своего нападения на Украину. То есть, грубо говоря, неправильная реакция мира, частично мы ее и сегодня видим, абсолютно неправильная оценка сущности российского режима, абсолютное желание поглощать российские деньги, в том числе совместных предприятиях, бизнес-предприятиях, энергетических предприятиях и так далее, привело к самому страшному, к реанимации российского классического нацизма как концепции уничтожения другой страны по признаку гражданской принадлежности. Вот, в принципе, базовые вещи, которые мы должны с вами постоянно пояснять миру, возвращаться к ним. И тут же мы с вами выходим на конкретные примеры и доказательства того, что война идет исключительно на территории Украины, на то, что здесь абсолютно точно каждой ночи летают дроны или ракеты, на то, что здесь носятся тысячи городов, населенных пунктов, сел и так далее, и тому подобное, на то, что здесь абсолютно точно детки сидят в бомбоубежищах и так далее. И вот это мы будем с вами пояснять, поясняя также невозможность договориться с Россией, потому что эта страна пришла совершать умышленные убийства. С убийцами, которые это делают манифестно, ты не можешь договориться, потому что он никогда больше не станет законопослушным, он должен сесть на скамью подсудимых и получить свою высшую умыру. В то же время, вот если брать информационное освещение, Путин вдруг заявил, ну, наверное, не вдруг, наверное, целенаправленно, о том, что бандеровцы и же с ними убили полтора миллиона евреев во время Второй мировой войны, об этом он заявил во время встречи со школьниками, ну, в принципе, это был его ответ на вопрос школьника, ну, и начал рассказывать о том, что это украинцы убивали евреев, и в то же время, в то же время он заявляет о том, что западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, чтобы прикрыть античеловеческую сущность. На кого это вообще ориентированы, такие заявления? Для чего опять поднимается вот эта еврейская тема? Ведь, ну, мы же знаем, что правда она однобока, а ложь имеет очень много призм разных. Вот эта ложь для чего? И правда не однобока, правда всегда конкретно. Ну, конкретно у нее нету больше, да, никаких. Ложь, ложь. Путин глупый человек, это несомненно. Исторически он даже не представляет, что такое Вторая мировая. Он, в принципе, не ответит на вопрос, сколько коллаборантом было в составе российской армии, что такое российская освободительная армия. Он не знает историю предтечек Второй мировой войны, какие парады, где, в каком объеме, собственно, проходили между нацистской Германией и Советским Союзом, он прекрасно, даже не представляет, еще раз говорю, прекрасно не представляет, кто такой на самом деле Бандера и где он находился в то время, когда русские в засос целовали нацистов на парадах. И так далее. Поэтому бессмысленно исторические темы обсуждать, ссылаясь на Путина. Это в виде анекдотичной такой уже реакции. Это первое. Второе. И не имеет смысла на это обращать внимание. Россия сейчас будет полностью переписывать всю ее историю. Это буквально на какие-то месяцы рассчитано. Это все потом будет обнулено, все вернется обратно, потому что настолько омерзительная перепись исторических процессов, как делает сегодня Россия. Есть там такой удивительный субъект по своему внутреннему ничтожеству, как Мединский. Но, соответственно, вот они это будут делать. Это не имеет никакого значения, ни на кого это не влияет. Это рассчитано исключительно на малообразованную люмпинскую группу, проловскую группу, если пользоваться терминологией господина Хаксли, то, что сегодня является электоратом Путина как таковым. И, соответственно, вот он говорит об абсурдных вещах, и это принимается. Он говорит о том, что чтобы оправдать свою животную сущность, то есть человек, который действительно ведет геноцидную войну и действительно в 21 веке уничтожает нас с вами по признаку нашего украинства как такового, неважно, этнического ли, гражданского ли, принадлежности к государству и так далее. Вот этот человек говорит абсолютную ахинею с точки зрения антисемитизма, пытаясь поспекулировать на тему Холокоста и так далее и тому подобное. Вот здесь для меня более важна прагматика. То, что это психотическое расстройство Путина, я постоянно говорю. Для меня здесь важно три прагматичные вещи, которые я бы хотел, чтобы люди после таких заявлений действительно выносили. Первое. Нельзя. Нельзя садиться за стол переговором с психотическими расстройствами, которыми страдает Путин. Категорически нельзя. Он двойственен, он шизофреничен, он будет забывать то, что он говорит, он будет пытаясь спрятаться, а как трусливый человек он будет постоянно прятаться от ответственности, он будет всегда пытаться переврать то, что обещал вам вчера. Соответственно, никаких договоренностей до момента, пока Путин является президентом Российской Федерации, быть не может. И, соответственно, никаких мирных соглашений. Минск-2, кстати, это и было. Это не вопрос нарушения со стороны Украины или со стороны каких-то партнеров. Нет. Россия умышленно подписывала то, что она не собиралась исполнять. Безусловно. Она использовала Минск-2 только для того, чтобы подготовить вторжение. Вторая вещь. Я бы все-таки хотел, чтобы государство Израиля обратило внимание на постоянную антисемитскую риторику Путина, ну и высшего руководства. Неоднократно в этой риторике был замечен тот же Лавров, министр иностранных дел. И понять, что нельзя заигрывать с нацистскими режимами. Даже если хочется, нельзя сегодня так или иначе поддерживать Россию в том или ином виде, прямо или косвенно. Наоборот, нужно помочь Украине быстрее расставить точки в этой войне для Израиля. Это благо, потому что тогда сразу кончается эпоха доминирования в регионе Ирана, в том числе при помощи Российской Федерации. Заканчивается помощь Сирии, и, соответственно, заканчивается помощь Хамасу, Хезболей и так далее. И третья часть, очень важная для Китайской Народной Республики, осознать, что стратегически, если вы заключаете какие-то договоренности, даже устные, с человеком психически нестабильным, значит, вы не вкладываетесь в собственную историю, значит, вы неправильно планируете, как вы привыкли планировать, там, на 10, 20, 30 лет собственной развития. Вы зависите от психоэмоционального, неустойчивого состояния человека, склонного или, безусловно, больного уже в психиатрическом смысле этого слова. Вот эти три вывода очевидны после этих слов Путина. Я бы к ним относился именно вот прагматично, как я сейчас и предлагаю относиться, не эмоционально, а прагматично. Путин еще раз обнулил любые переговорные возможности для него. Нету такого человека по фамилии Путин, с которым нужно садиться за стол переговора. И мы возвращаемся, закольцовываем до тему, возвращаемся к Эрдогану. Я думаю, что господин Эрдоган все это увидел воочию. Увидел человека абсолютно неадекватного и несоответствующего тому, что он говорит. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Каждый день, как урок, главное, чтобы этот урок был усвоен. Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, был с нами на прямой связи. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok